Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Но прежде чем приступили фарисеи, к нему подходили саддукеи. Это противные две партии. Саддукеи — это представители храмового духовенства, а книжники и фарисеи — это представители законничества. То есть те люди, которые изучали закон, изучали его досконально, выводили из него заповеди, не только там 10, но 613 и более мелкие заповеди. И вот фарисеи узнали, что он заставил молчать саддукеев. А заставил он их молчать тем, что сказал им, что вы не знаете ни силы Божьей, ни закона, что по воскресенье из мертвых на небесах люди не женятся и не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах. И услышав об этом фарисеи, подумали, что, наверное, тогда он будет ближе к ним, Иисус. И пришел один из них, задавая вопрос, какая заповедь большая из закона. На что Христос отвечает, что большая заповедь — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всем помышлением твоим. И вторая, стекающая из первой — возлюби ближнего своего, как самого себя. Господь говорит, что на этих двух заповедях стоит весь закон и все пророки. И тогда собралось еще больше фарисеев. Нужно знать, кто такие фарисеи. Фарисеи — это учителя закона, исследователи закона. И это такое сообщество, в котором происходят постоянные дискуссии, постоянные размышления, пикировки друг с другом. То, что мы читаем в Евангелии, называется, когда искушают Христа. То есть они испытывают, знает ли он закон, насколько он его знает, а как он толкует его и так далее. Потому что в среде фарисеев это было очень развито. И они днями целыми занимались тем, что вот спорили между собой, выясняя всякие коллизии в законе и реальности, которая их окружала. И искуснейшие из них, да, становились такими авторитетными учителями, мудрецами, которым тянулись люди. И часто мы слышим в Евангелиях, ко Господу обращались как Рави. Рави — это значит учитель. Рэбе в современном произношении еврейском. Учитель — это как раз вот и есть представитель этого законничества, фарисейства. Но Господь никогда не был фарисеем. И они зря надеялись найти в нем единомышленника. И после того, как Господь им ответил, какая большая заповедь, и это понравилось фарисеям, можно было бы предположить, что они дальше начнут с ним об этом беседовать. Потому что в их учении три раза упоминается заповедь о том, чтобы надо возлюбить Господа Бога в Торе трижды. И каждый из этих они толковали. Каждый из упоминаний об этом, они спорили об этом. И думали, что и Господь тоже включится в их вот эту беседу, в их спор. И они начнут выяснять, что из чего что вытекает и что из чего следует. Но он не стал этого делать. И предварив все остальные разговоры, он задает им сам вопрос. И вопрос, как бы, казалось бы, отвлеченный от первого. Он говорит, а вы как считаете, Христос чей сын? И тогда фарисеи отвечают, Давидов, сын Давидов. Это, по сути дела, правильный ответ, потому что пророчества были Ветхого Завета о том, что Мессия будет именно из корени Давидова. И у нас даже в песнопениях поется, что от корени Иесеева, Иесея – это отец Давида. То есть, в этом, как бы, никто не сомневался. Но в то же время Господь спрашивает у них, отсылая их к 109-му Псалму, говорит, а как же Давид по вдохновению называет его Мессию Господом? В Псалме написано «Рече Господь Господеве моему, сиди, одеснуй меня, донди же положу враги твои под ножи ног твоих». И они не могут ответить на этот вопрос. И после этого написано, что они умолкли, так же, как умолкли и Саддукеи прежде этого. И никто не смел вопрошать его. Что же такого сказал Господь, что они не смогли дискутировать, начать по этому поводу? Или задавать ему еще дополнительные вопросы? Тут надо понять о том, что Господь – это воплощенное Слово Божие. Это Слово, которым сотворены небо и земля. Это Слово, благодаря которому мы можем говорить. Это Слово истины. Это Слово свет и утверждение истины. И даже по учению, по преданию Ветхого Завета, что Мессия, Он совечен Богу. Мы, христиане, говорим о том, что триипостасный Бог – Отец, Сын и Дух Святой – пребывают вечно, совечные, сопрестольные друг к другу, собезначальные. Но даже в иудейском предании есть о том, что Мессия, или, как они по-еврейски, Машиях, то Он пребывает изначально и совечен Богу. И когда Господь говорит о заповедях, что первая заповедь – это возлюби Бога, а вторая ближнего своего, Он не просто говорит слова. Эти слова звучат с такой силой, и как в другом месте Евангелия написано, «совластью», что никто не может прикословить, никто не может ни добавить, ни убавить к тому, что говорит Господь, потому что Слово Божие, оно вечно, истинно и действенно. Каждое Слово – это не просто Слово. Господь – рече и быша, Господь – повеле и создашеся. Это Слово, которым сотворен мир. И Господь есть воплотившееся Слово, у Которого вопрошают, какая первая заповедь. И заметьте, ни там, ни в следующем, ни в какие другие разы, моменты, когда вопрошают Христа, никогда не перетекает этот диалог в дискуссию. Никогда не следует каких-то дополнительных вопросов, расспросов, попыток уведения темы и так далее, потому что Слово – это утверждающее, потому что это не только Слово, но и дело. Да, законник знает закон, он знает его теоретически. Да, есть первая заповедь, есть вторая, есть двадцать пятое, трехсотое. Он знает это теоретически. А Господь, который стоит перед ним, это есть воплощение этих заповедей. Потому что он и есть та самая любовь, которая является миру, воплощаясь. Являет любовь Божию настолько, насколько мы вообще можем это принять и понять и вместить. И вот Господь, говоря о заповеди, Он говорит о себе, потому что Он любит Отца не просто на словах и не просто знает эту заповедь, а Он любит Отца так, что идет на смерть по воле Отца. Он ему вверяет, доверяет свою жизнь без остатка. Он идет до конца, до смерти, смерти крестной. И Он любит ближнего. А по словам Господа, ближний-то всякий, кто рядом с нами, всякий. Но если для нас ближних не так много в жизни, и больше восьми миллиардов людей мы не знаем, мы знаем небольшое количество людей нас окружающих, а восемь миллиардов мы никогда не узнаем и не встретимся и не пересечемся, то для Бога все ближние, потому что Он создатель всех, все моего чада. И Он исполняет и эту заповедь, потому что Он пришел не для того, чтобы Ему покорились и послужили в страхе и трепете поклонились, а пришел для того, чтобы послужить, чтобы то наказание, которое над нами давлело, тот смертный приговор, который над нами висел, та клятва, которой мы были отлучены от Бога, Он взял ее на себя. Он взял все немощи наши на себя, все язвы наши греховные, взял на себя и пошел на крест. И распял их на кресте. И вот, когда Господь говорит об этих двух заповедях, Его Слово говорится с силой и с властью, и власть эта проявляется в Его делах. В отличие от законников, которые знали и только и делали, и только и занимались тем, что выискивали всякие пересечения законов, изощрялись в толкованиях законов. Надо сказать, и до сих пор. Почитайте Талмуд, вы там такого можете прочесть, что нормальному человеку в голову не придет. Но дальше ведь Господь задает им вопрос, почему же они замолчали? Чей сын? И когда он говорит им, что, посмотрите, что Давид называет его Господом, как же он ему сын, когда он его Господом называет? И тогда они замолчали, поняв, что он говорит о себе. Поняв, что не то, что он о себе говорит, а что вот он пришел, наконец, и Слово его такое сильное, что они не могут противоречить им. И они понимают, что он говорит о себе. И помимо этого они понимают, что пришли последние времена, и понимают, что сейчас начнут сбываться, начнут все пророческие предсказания о Мессии. А они для книжников и фарисеев не очень красивые. Потому что пророк Исаия в 22 главе говорит, что вы придумали заповедь на заповедь, правило на правило. что вы во лжи настолько запутались, что вы говорите, что вы заключили завет со смертью и союз с адом. И думаете, раз вы со всеми в союзе, то меч вас не одолеет. У вас нет врагов, везде только союзники. Ну, это я уже толкую. Но у Исаии это есть. И очень сильные слова есть. О них. Но тот же Исаия говорит о том, что вы не скроетесь от этого краеугольного камня. Вы не скроетесь в союзе с бездной и будете отвергнуты. И это понимают в этом одном сильном слове, сказанном Господом, фарисеи. Понимают, что вот Он Мессия, настоящий Слово Божие, а вот они. И ничего общего нету у них с Ним. Они ничего не могут сказать дальше. Потому что говорить им не о чем. Потому что последнее Слово уже сказано Господом. И это, конечно, страшно. Те, кто думали, что они учителя закона, те, кто думали, что они пастыри, ведущие стада к спасению, оказались вне Бога. И суд именно в этом и состоит. Что свет, приедя в мир, он всю тьму, как туман, рассеивает. И тьма убегает от него. Потому что нет ничего общего у света с тьмой. И поэтому они умолкают. Это Евангелие сегодняшнее о том, что и мы не должны забывать об этом. Потому что на сегодняшний день мы, те, кто пытается жить по закону Божьему, но, чтобы жить по закону Божьему, нужно жить по этой новой заповеди. И другой нет. Заповедь возлюби Бога твоего всем сердцем и ближнего, как самого себя. На эти заповеди миллион толкований. Но толкование, при чем здесь толкование? когда нужно жить так. И поэтому Господь говорит, возлюбите, любите друг друга, как Я возлюбил вас. Для нас вот этим образцом любви, путем любви является Сам Господь, Который взял на Себя все наши немощи и понес все наши наказания и грехи. И мы должны жить по этому закону, нося тяготы друг друга, не отгораживаясь, оберя немощи ближних на себя. В этом и есть закон Христов и исполнение, а не слушание только закона Христов. Пусть Господь поможет нам. Это нелегко исполнять закон его любви и ту самую главную и первую заповедь о любви. С праздником всех вас! Христов 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 Субтитры создавал DimaTorzok